Ну привет, мои дорогие! Давненько я не болтала с вами на прогулке. Да, кстати, иду спиной вперед, но это не какая-то там новая методика. Дело в том, что просто ветер оттуда, западный, и если я буду идти наоборот, то мои слова будут относиться, и вы меня совсем не услышите. Поэтому я выбрала такую тактику. Да, кто видит меня первый раз? Меня зовут Оля, мне 50 лет. Живу я на севере Свердловской области, в маленьком городе Молчанский, стране из веса 115 килограмм, и до сегодня мой вес 93,8 кг. Вот, это для моих новеньких подписчиков. На моем канале много всего интересного, и рецепты с подсчетом КБЖУ, и не КБЖУ, и сад огород, и вязание ирландским кружевом, и пою, ну, в общем, и болталочки обязательно про пространение, как говорится, как я должна, дошла до жизни такой. Вот, как вы видите, я опять в нашем чудесном парке. Сегодня воскресенье, 14 августа. Вчера у нас был грибной день, мы с мужем ездили в лес за грибами, потом были у нас гости на Жареху. Ой, кажется, я повторяюсь. Дело в том, что я с утра еще не знала, что я пойду гулять, это у меня так спонтанно получилось, что я все-таки выбралась на прогулку. Сейчас где-то полшестого вечера. Вот, поэтому я там уже кое-что болтала, я вам поставлю. Да, кое-что еще из домашнего. Вот, а поговорить я хотела, ну, так, разные гудейские темы. Знаете, особенно вот тем, кто еще сомневается, кто еще как бы боится, кто говорит себе, вот я там с понедельника или там я с первого числа, мои дорогие, не надо бояться. И, конечно же, мы рассказываем о своем утре. Я не диетолог, не дегринолог, никакой я не доктор, просто я пожизненно стройнеющий человек, так сказать. И прошла уже через эти разные... Смотрю, никого там нет, а то в кого-нибудь я там врежусь спиной-то. Вот. Всю жизнь, как говорится, стройнею, всю жизнь я борюсь с лишним весом, потому что я всегда была такая, ну, не то чтобы полная, а такая была, питанным ребеночком довольно-таки. Потому что... А, еще знаете, кому хочу обратиться? К мамам, папам, особенно к бабушкам, к дедушкам. Пожалуйста, не пичкайте своих детей, не закармливайте их. Вот это было со мной. Потому что, по рассказам моей мамочки, я маленькая очень плохо ела. Ну, просто ужасно. Плохо ела. Вот, да, по мне не скажешь. Но дело было действительно так. Вот. И какой-то у папы был друг. И мне, конечно, я сейчас не помню, естественно. Ну, родителей моих уже давно нет живых. Царство невестное, мои дорогие родители. Вот. Сверху смотрят на нас, оберегают. И вот этот самый друг, вы представьте, он меня есть научил. То есть, подробности, конечно, я не помню, это с маминых слов, что он как-то там садился возле меня и как-то открывал ротик. И вот этот, то ли он меня загипнотизировал или что. И, в общем, это... Мушка в глаз попала. Вот. И стала я довольно-таки неплохо кушать. А у меня еще две прекрасные бабы Маши, которые, конечно, внучечка. Да как внучечку, да не накормить, да чем повкуснее, да чем послаще. Да конфеточками. Баба Маня, папина мама, она была начальником общепита у нас в Ворсе. У нее всегда... Это еще были 70-е годы. У нее дома всегда были шикарные шоколадные конфеты. Тогда Свердловск, что ли, они назывались. Я не помню, наша местная Свердловская фабрика шоколадная. Какие-то вафельные какие-то это. Ну, что-то типа Красной Шапочки. Или там Мишки на Севере. Ну, в общем, обалденно вкусные. И все. И как-то приходило, конечно, мне тут и конфеточки. И, в общем, все такое. Вот, поэтому не печкайте. Пусть кушают, как кушают. И правильно кормить их. То есть белок. Не закармливайте сладкими всякими там плюшками. Всем вот этим вот. Потому что мы все родом из детства. И все оттуда начинается. А потом у меня была и приобретенная инсулинорезистентность, и поликистоз. Я бесплодие лечилась. И на гормонах очень много. В общем, все такое. Все такое и прочее. Поэтому ни на какой я не на диете. Как я всегда говорю, ни на какой я не на диете. Потому что я пересидела на этих диетах. И кефирной, и Ларисы Долиной, и Кремлевской, и там какой-то. Потому что диета – это нечто временное. Может быть, я сейчас повторяюсь, мои дорогие. Но, во-первых, повторение мать учения. Во-вторых, новенькие зрители, не больно-то, знаете, лазают по каналу, смотрят, выискивают какие-то ролики. Ну, поэтому, да, так сказать, блогерская ацетезия – это как учитель. Ну, я не учитель, конечно, ни в коем случае нет. Я никого не учу. Я просто делюсь лично своим опытом. Вот. Поэтому, посмотрев худеющих девчонок, посмотрев там диетологов, эндокринологов, причем-то там разных, от Обложка до Ковалькова, кто-то мне зашел, кто-то не зашел, я просто для себя какие-то принципы, значит, взяла на вооружение и стараюсь их придерживаться. Вот. То есть белок в каждый прием пищи. Поменьше простых углеводов, никаких там печенек, вафелек, ничего такого покупного. Да, вы видите, я сама стряпаю, но я стряпаю осознанно, я знаю, что там, я обсчитываю калорийность, я знаю, чего мне это, сколько можно съесть. Я не использую сахар, да, я пользуюсь подсластителями, я не вижу в них ничего крамольного, ничего вредного. Пол мира уже, знаете, еще, не знаю, 60-х, 70-х годов, Европа, Америка, там, та самая, не знаю, никто, как говорится, от этого не умерет, то, что там они рак вызывают, ну, по-моему, это чушь полная. Ну, не пользуйтесь, можете вообще не без сахара, без подсластителя, но я не могу. Мне в каких-то блюдах нужен, особенно вот если я стряпаю, например, творожную запеканку, там, или что-то, вот особенно, да, с творогом, потому что творог мы все любим, творог это вилок, творог это кальций, тем более у меня сыночку 17 лет, вот, я не готовлю отдельно для себя. Не люблю, не хочу, нет времени и тоже не вижу смысла. Мне муж сказал, твое питание близко к ПП, я не скажу, что я сильно-сильно прямо на ПП, прям 100%, нет, но оно так близко. Так, сейчас дойду, наверное, до сюда, там солнышко, и пойду вперед. Буду ходить здесь в тенечек, потому что там солнце очень яркое, вот. Поэтому, говорит, а он у меня, слава тебе, Господи, вообще не привередливый. Так, что, говорит, вот что сама кушаешь, значит, и нас корми, и все будет нормально. Поэтому вот так, у меня нет такого, что отварная куриная грудка там, гречка или еще что-то, то все, овощи положила, нет, блюда я делаю сложные, где-то считаю их калорийно, где-то я уже так на глазочек вижу. Вот, ходьба. Да, я не любитель какого-то там спорта, каких-то там сильно упражнений, и я выбрала для себя ходьбу на свежем воздухе, это здорово, это шикарно. Круг по парку у нас где-то, так, чтобы не сорвать, наверное, 2,5 километра, что ли. Сначала мне с трудом давался один круг. Спасибо еще раз повторю моей подружке Аленушке, которая стала меня вытаскивать на прогулки. Кстати, мое построение началось именно не с питания, а вот с прогулок. Вот, с вот этих вот. Это я сейчас иду медленно, а вообще хожу таким быстрым шагом, как только могу. И даже иногда уже перехожу на бег. Вот. Что еще? Что еще? Сейчас помню. Да, как недавно я уже говорила, вот в болталочке, в совсем недавней, что начала я считать калории. Но вы знаете, я долго их считала, месяцев 8, наверное, потом пришла весна-лето, во-первых, стало некогда, а во-вторых, я ведь многое уже запомнила. Я уже знаю, например, сколько калорий в кусочке хлеба черного маленького. Сколько там калорийность продуктов. Памятью я никогда не страдала. У меня в школе даже прозвище было «Ходячая энциклопедия», потому что училась я на одни пятерки. Я очень хорошо все запоминаю, как бы, если я тем более много. Вы знаете, даже я тоже, да, я так болтаю, тоже перескакиваю с одной на другое. Хотела стать артисткой или певицей. И, например, по телевизору, когда выступал там Петросян Шифрин, и кто там еще из юмористов, Хазанов, я могла с лету запомнить, допустим, монолог, а в школе на перемене, мои одноклассники не дадут соврать, могла это все изображать. Вот, ну, да ладно, это тема отдельного ролика. Не сложилось, не получилось, но вот так. Да, это по поводу памяти. Что много, я запоминаю. Вот, почему? Летом вес стоит, я уже недавно рассказывала, как бы не буду повторяться. Но, но, как говорится, я поменяла просто свое питание навсегда. Да, еще что важно, никогда не нужно форсировать события. Я тут читала какого-то диетолога, вернее, как, я не помню точно, или женщина с диетологом, или монолог, или диалог, что-то такое. В общем, там ей нужно было к концу месяца сбросить там два килограмма, по-моему. И вот она такая. И спрашивает диетолога, а ей было расписано меню, все. Вот, ну, почему я не худею? Вот я питаюсь правильно, вот то и все. А диетолог говорит, что вы поймите, вы, во-первых, не стрессуйте. Лишний стресс – это лишний кортизол, это только все замедляет. И ваш организм будет худеть так, как надо ему. Не то, что вы себе вдолбили в голову, а вот как надо вашему организму, так оно и будет. И вы с этим ничего не сделаете. Или если вы будете психовать, там форсировать события, голодать, это все только усугубит. Вот. Ладненько, мои дорогие. Сегодня, по-моему, уже много наболтала. Сейчас поставлю кое-что. На ужин у меня будет, я уже там говорю, чем я завтракала и обедала, а на ужин у меня, скорее всего, будет окрошка. Да, потому что в окрошке, сколько я считала калорийность? Где-то 400 килокалорий. Весь ужин окрошка, квас, все, что я туда добавляю, хрен. Кусочек хлеба, это все у меня посчитано. И сегодня у меня калорийность за день получается где-то примерно около 1500 килокалорий. Все, мои хорошие. Так что, во-первых, не бойтесь что-то менять в своей жизни. Это все равно, это будет, всегда будет в положительную сторону. Вот. Все делайте с позитивом. Не стрессуйте, не кортизольте, не гоните лошадей, как говорится. Все. Спасибо огромное всем за классные комментарии. Люблю вас, целую, обнимаю. Всем крепкого здоровья. Пока-пока. Ваша Оля. Привет, мои дорогие. 14 августа. Воскресенье. Грибная эпопея продолжается. Вот, кастрюля у меня 25 литров. Здоровая, большущая кастрюля. И посмотрите, она где-то на две трети набита груздями. Но там не только грузди, там еще чуть-чуть волнушек, есть желтики, есть бычки. В общем, все те грибочки, которые классно солить. Внизу у меня я положила листья хрена, посыпала солью. И вот так вот укладываю грибочки. И каждый слой вот такой вот как бы горсточкой соли вот так хорошо просаливаю. Ничего я не взвешиваю, не отмеряю, я делаю на глаз. Сейчас тоже наложу, положу сверху листья хрена. Знаете, ничего больше не использую, кроме листьев хрена. Никакого ни укропа, ни перец горошком. Будет классный настоящий вкус грибов. А там уже, когда их кушать, там хоть что, можно и лучку нарезать. Кто любит со сметанкой, кто с растительным маслицем, кто с чем. И обязательно, конечно, прижму. Вот такая вот у меня здоровая такая блюдина. Я уже примерила, она классно войдет. Сверху поставлю груз. Это у меня, скорее всего, будет пятилитровая банка. Я ее налью воды. И у меня у сыночка есть там гантели на здоровое. В общем, хорошенечко все прижму и поставлю в холодное место. Наверное, не знаю, в сарай унесем. У нас там прохладно. Вот так укрыла прям, как одеялком. Вот такой вот у меня хрен. Не хреновый, а классный. Так, и блюдо, наверное, вот так буду класть. У меня там классно. Да, все. И прижмем. Оно хорошо, что еще само по себе тяжелое. Все. И будут у нас классные грибочки. Да, кстати, некоторые рецепты смотрю. Там грузди, типа, вымачивают по несколько дней. Не знаю, зачем. У меня ночь постояли, но пару раз я воду сменила. Вот. А зачем столько их вымачивать? Никакие они не горькие. Я даже попробовала немножко. Не, нормальные. Так что нам хватает. Мы ночь стоят, все, а с утра я делаю. А пока лето, пока свежие ягодки. Ой, такое яркое солнце от окна. Я все стряпаю пироги на слоеном тесте с творогом, со смородиной. А сверху это малина. Один пирог у меня уже в духовке. Да, стряпаю сразу два, так как слоеное тесто обычно продается. Там две пластинки. Вот новое сегодня у меня тесто пробую. Купила в доброцении. Вы знаете, его калорийность меньше. Обычно слоеное тесто я покупаю. Там 350 килокалорий, либо 340. А это 290. Надо будет заново обсчитать калорийность этих моих пирогов. Без сахара. С сахарозаменителем. Кстати, получила недавно, выписала еще на озоне сукролозу. В начинке творог, яйца, щепотка соли, сукролоза. Там внутри ягодки смородины. А сверху вот это вот я еще украшаю малинкой. Вкуснятина получается обалденно. И по составу очень классно. И сама кушаю, и мальчишки мои едят с удовольствием. На завтрак. Или к чаю. Я на завтрак ем. Первый пирог уже готов. Второй поставила. Готов второй пирог. И я посчитала калорийность. Потому что, как я уже сказала, тесто другое. И вот посмотрите, мои дорогие, что получается. Да, рецепт подробный этого пирога есть у меня на канале. Только единственное, я не помню. Я немножко всегда варьирую. Вот здесь конкретно, посмотрите, всего сколько ингредиентов. Тесто. Творог 5% Яйца. А, ну я тут еще не написала сукралозу. Там ее полграммчика. Там вообще она ни калорийности, ничего не имеет. Сейчас покажу. Вот такая вот у меня. Вот видите? 1 грамм заменяет 600 грамм сахара. В общем, там я кладу прям буквально вот такая вот мерная ложечка. Вот чуть-чуть прям буквально на кончике. Вот такой у меня присластитель. Так, смородина 400 грамм, малины 200 грамм. Так, вот и все. Видите? И что у меня получилось? Всего лишь 156,3 килокалорий на 100 грамм. То есть, если утром нам съесть 200-граммовый кусочек с чашечкой кофе 200 грамм, это будет всего лишь 300 килокалорий. Смотрите, какая прелесть. И по составу. Белки 10,8, 6,7 жиры, 13,4 углеводы. Ну, не красота ли? Вот. И готов нам тут завтрак, не знаю, на 2 дня-то точно. Может, даже и на 3. Ну, мои-то не удержатся. Сейчас чай-то точно попьют. А я буду только утром. Да, я не снимаю сегодня рацион свой, потому что утром опять у меня было полтора пирожка с зеленым луком и яйцами. Это где-то 400 килокалорий. А на обед рыжики ела с луком. Вчера остались. Так. И салатик сделала с огурчиком, с помидорчиком в прикусочку. Так. Рыжики с картошечкой я положила 250 грамм. Ну, картошки там было совсем капелька, совсем чуть-чуть. В основном рыжики с луком. Вот. И салатику. Грамм 200 съела или 250. В общем, обед у меня был классный. Без хлеба. Да. Такие пироги, так же, как и творожные запеканки, я не режу сразу. Им нужно дать полностью остыть и стабилизироваться. Тогда они будут классно резаться и будут такие, как суфле. Смотрите, мои дорогие. Мой сегодня супруг со своим двоюродным братом ездили в лес. Искали, правда, бруснику, но привезли черники. Вот такая вот красота. Черничка. Не знаю, я обычно варенье из нее варю, но что-то не хочется. Плохо мы вообще едем варенье. Свежую будем есть, буду с ней стряпать. Будем это самое, может, заморозим. Тут не очень много. Литра 4-4,5, где-то так. Мой дорогой любимый идет с работы. Клак мне показывает. Литра 4-6, безусловия. Субтитры подlimenin. Переда с картинами.